Приветствую вас на вопрос о том, когда, а мне бы хотелось ответить вам так. Вы сами для себя по всей видимости не совсем хорошо, не совсем правильно, не совсем верно. Вы оцениваете природу и суть издевательств. Вы воспринимаете издевательство над собой как что-то негативное, воспринимая это как существенный ущерб вам. Я думаю это более чем очевидно, существенный ущерб вам. Ага, дальше. Но в действительности ситуация заключается в том, что ущерба как такового вам не наносят. И такая вот, скажем так, громольная мысль, как бы казалось бы, как вообще можно было подумать о таком, да, как это так, издевательство не наносит никакого вреда. А вот, дело все в том, что вы не отдаете себе отсчета о том, почему над вами издеваются, что заставляет людей издеваться над вами. А на самом деле люди объективно пытаются самоутвердиться за ваш счет. То есть вообще говоря, ситуация довольно банальная, вообще говоря, ситуация довольно банальная и элементарная. Люди пытаются за ваш счет самоутвердиться, восстановить баланс в себе. И, собственно говоря, как бы у них цель купировать свой внутренний конфликт. У них цель преодолеть свой внутренний конфликт. У них цель, собственно говоря, за счет вас восполнить то, чего не хватает у них самих. Это, пожалуй, первый и, наверное, важный аспект вашей проблемы. Второе. Второе заключается в том, почему вы реагируете, причем реагируете явно болезненно на то, что над вами издеваются. И опять вы можете сказать, ну как это так? Что значит я болезненно реагирую на то, когда надо мной издеваются? Ведь мне же причиняют боль, меня же унижают. И ответом на ваш вопрос, ответом на такую точку зрения станет следующее. Вы реагируете на издевательства ровно в той мере, в какой они задевают вас. При этом не задавая себе главного вопроса о том, почему эти издевательства вообще вас задевают. Почему они вас вообще напрягают? Ведь задевает человека то, в чем он сам в себе сомневается. Задевает человек то, что он сам в себе не принимает. И тогда к вам возникает вопрос. А что же вы в себе не принимаете? Что же вы, в чем же вы испытываете сомнение? Относительно себя, что заставляет вас болезненно реагировать на подобные вещи. И вот когда и если вы для себя именно этот вопрос проработаете. Когда у вас появится ответ на данный вопрос, вот именно тогда вы и перестанете, по сути дел, болезненно реагировать на издевательства. Потому что, понимаете, людей переделать у вас не получится. Но изменить людей, то есть сказать им, чтобы они прекратили издеваться над вами, вы не сможете. Издевательства, они всегда были, есть и будут. Но вы можете изменить свое отношение к этому. Сделать так, чтобы издевательства никогда не причиняли вам какого-либо дискомфорта. Но для этого нужно понять, какие именно струны, какие именно моменты, какие именно ваши черты характера задевают то, что вам говорят. И вот тогда, когда будет понимание этого, вы сможете избавиться от данных моментов. И тогда, когда у вас будет понимание этого, вы сможете начать жить без издевательства. Они для вас, попросту говоря, исчезнут. Их не будет. Они перестанут быть теми, кто они есть сейчас. Для вас, конечно. А пока, пока вы сомневаетесь в себе, пока вы переживаете, пока вы принимаете на свой счет то, что люди вам говорят, конечно, конечно, вы будете испытывать серьезный, сильный негатив. По-другому быть вряд ли может. Ведь если человека задевает, то у него реакция будет достаточно негативной. Это естественно, это нормально, это правильно. Другое дело, что, видите ли, реакция людей, над которыми издеваются, заметим, именно над которыми издеваются, реакция людей, это именно то, что нужно тем, кто издевается. И когда вы реагируете должным образом на издевательство, когда вы отвечаете, например, на издевательство негативом, вы, по сути дела, и даете тем, кто издевается, то, что они от вас изначально хотели. И если вы не хотите, чтобы эти люди получали от вас то, что как раз они хотели, то, что они хотят, если вам это неинтересно, то тогда, как раз таки, я и рекомендую вам начать работать над тем, что заставляет вас испытывать негатив при наличии издевательств по отношению к вам. Ибо пока у вас не будет внутри гармонии с собой, пока у вас будут проблемы с собой, с принятием себя, боюсь, что от подобных издевательств вы просто-напросто не сможете избавиться. Потому что, объективно, люди есть всегда, всегда есть те, кто будет издеваться над вами. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!